В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Как живешь в село? Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный с делегацией представителей органов законодательной и исполнительной власти посетили с рабочей поездкой ОМО. Эх, дорога! Зимник Наринмар-Усинск открыт для всех видов транспорта. Его состояние накануне проинспектировали депутаты окружного парламента и представители профильного департамента. Главное, чтобы помнили, в Наринмаре открылась уникальная выставка без срока давности. На ней представлены архивные документы, напоминающие об ужасах фашизма. Трое жителей Наринмара заболели коронавирусом за последние сутки. 12 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 947 случаев COVID-19. С подтвержденным ПЦР-лабораторией диагнозом COVID-19 на лечении под наблюдением находится 60 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в национаре получают лечение 12 человек. Находится на амбулаторном 48. На сегодняшний день в Ненецком округе зарегистрирован один случай летального исхода от коронавируса. Добавлю, с начала пандемии проведено порядка 20 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции за прошедшие двое суток 190. Напомню, в регионе действует горячая линия по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный, с мобильных и городских телефонов. И как стало известно, в ходе оперативного штаба 7 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии. Один пациент в возрастной категории до 18 лет. Остальные в возрастной категории после 60. Также в ходе штаба было решено продлить обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 22 февраля. До этого же времени на территории региона сохраняется масочный режим. Теперь, что касается предоставления справок по приезде в Ненецкий округ. Сейчас мы принимаем не только ПЦР-тесты, мы принимаем антитела у переболевших, принимаем справки о вакциназе. Это тоже достаточно действенная мера. Опять же, она стимулирует людей к вакцинации, потому что это справка действительно в течение года. Что касается вакцинации от коронавирусной инфекции, дополнительные дозы препарата должны поступить до конца текущей недели. Первый этап вакцинации прошли 946 человек, второй – 300 человек. Учитывая большой спрос на эту вакцину, то есть будем продолжать вакцинировать город и поселок Искатели, также планируем отвезти вакцину в Коткино и в Амдрому. Сегодня уехала вакцина в Оксино, начинает прививать население населенного пункта. Вот еще Коткино, либо завтра, либо послезавтра, и на 15 число Амдрому. Вакцинация в регионе продолжается, и теперь она стала доступной в отдаленных населенных пунктах. Вакцину от коронавирусной инфекции завезли накануне и в село Ома. Туда с рабочей поездкой отправилась делегация представителей органов законодательной и исполнительной власти во главе с губернатором Юрием Бездудным. Репортаж Шалины Вучейской. Ровные улочки, яркие и ухоженные дома. Это село Ома, столица Омского сельского совета. В 19 веке здесь находилась зимняя станция Мезенского тракта, ну а сегодня это одно из крупных сел на западе Нейнского округа. Здесь проживает порядка тысячи человек. Половина из них представители коренных малочисленных народов севера. Слава Бобриков старательно выводит на листе бумаги силуэт тигра. Пятиклассник в столицу Омского сельского совета приехал из соседней деревушки Снапы. Там есть только начальная школа, поэтому учиться детей отправляют в центральное село. Живет Слава в пришкольном интернате. В комнате шесть человек, ну один ушел уже. Комната так, нормальная, обустроенная, тепло. Ну, короче, нормально там все. Омская средняя школа считается одним из самых сильных учебных заведений Заполярного района. Здесь учатся 119 детей. Причем за знаниями сюда приезжают даже из других крупных сел, например, из Нижней Пеши. У нас дети очень хорошие. Мы всегда об этом говорим. Они очень послушные, очень хорошие, дисциплинированные. У меня вот пятиклассники, седьмой класс и одиннадцатый класс. В одиннадцатом классе пять человек выпускаются в этом году всего лишь. В десятом классе шесть человек. То есть у нас старшая школа небольшая. А вот среднее звено и начальная школа у нас большие. Знания дети получают в современном теплом здании. Здесь есть актовые и спортивные залы, столовая. Кабинеты оборудованы необходимым учебным инвентарем. В этом убедились представители власти, посетив Омскую школу в рамках рабочей поездки в село. Не будем нарушать учебный процесс, просто заглянули посмотреть. Можно присаживаться, пожалуйста. Это кабинет химии у нас здесь. Учитель Николай Константинович с небольшим стажем работает, давно работает. Хорошо готовит детей, мы сдаем ЕГЭ успешно, поступаем. Следом делегация направилась в детский сад. Дошкольные учреждения на сегодняшний день посещают 38 детей. Ещё 12 малышей до полутора лет состоят в очереди. Здание сада хоть и не новое, но здесь буквально несколько месяцев назад завершился капитальный ремонт. Мы его ждали 9 лет. И в 2019 году, 1 сентября у нас начался ремонт. И вот закончился уже в августе 2020 года. Ну что, мы заменили стойки, мы утеплили стены, мы заменили пол. Также делегация посетила магазин потребкооперации. Представители региональной администрации совместно с прокурором округа проверили цены на продукты. Некоторые товары оказались даже дешевле, чем в Нарьинмаре. В завершении рабочей поездки представители органов власти и контролирующих структур провели встречу с населением. В целом, очень хорошее впечатление от поездки. Ну и, конечно, общение с жителями лишний раз позволяет обратить внимание на целый ряд вопросов жизнедеятельности. Будут поручения и проработать альтернативные возможности установления альтернативных источников тепла в домах, которые построены. Очень остро стал вопрос о скорости интернета, и буквально все задавали этот вопрос. Отдельно стоит отметить, что в ходе рабочего выезда в село, в Омскую амбулаторию, были доставлены тесты на ковид, медикаменты и 135 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Ома. Усинск открыт для всех видов транспорта. Ранее на временной трассе были введены ограничения из-за метелей. После расчистки движение по дороге жизни было возобновлено. Накануне зимник проинспектировали депутаты окружного парламента и представители профильного департамента. Елизавета Кабанова продолжит. В этом году зимник на Ринмар-Усинск был открыт позже обычного. Из-за малого количества снега и неблагоприятных погодных условий движение для всех транспортных средств было разрешено лишь 1 февраля. Сегодня на обслуживание зимника задействовано 17 единиц техники, не считая вспомогательной, и порядка 45 человек. Есть также пункт отдыха для водителей. ДРП у нас обустроено спутниковой связью. Любой водитель, который попал в виду или что-то случилось, может обратиться, позвонить. Также есть медпункт, тоже за первой медицинской помощью можно обратиться. И есть пункты так называемого отдыха водителя. То есть, опять же, автомобиль подломался, сломался, может остановиться там, погреться, перекусить, поспать. Водители, оказавшиеся в сложной ситуации, могут принять душ, поесть и поспать. Есть спутниковый телефон, по которому можно связаться с близкими или аварийными службами. Единственное, о чем стоит помнить водителям, столовая оплата возможна только за наличный расчет. И режим работы у поваров не круглосуточный. Мы работаем с 4 утра, потом у нас перерыв с 12 обед, с 2 у нас перерыв до 4, потом до полдевятого у нас ужин. Отдохнувшие водители могут спокойно продолжать путь. На некоторых сложных участках, к примеру, на переправе через реку Шапкино, дежурят водители тракторов. Они помогают преодолеть подъем тем автомобилям, которые не смогли заехать самостоятельно. А тем транспортным средствам, у которых произошел форс-мажор, в других участках дороги поможет обслуживающая компания. Если же у нас попал кто-то в беду, да, ну сломалась опять же машина, есть спутниковая связь на КПП на выезде в сторону Наринмара, и КПП в сторону города Усинск, там мобильная связь. То есть мы отслеживаем автомобили, которые зашли, если они где-то у нас пропали, есть оперативный транспорт, выезжаем, смотрим. Ну и плюс та техника, которая на линии, у людей всегда стоит задача, ну помочь, вытащить, где-то что-то там объяснить, где-то, может быть, там физически помочь с ремонтом автомобиля. Проверить, как идет работа на зимнике и какое обслуживание получают водители в пункте отдыха, решили представители профильного департамента и депутаты регионального парламента. Только еще начинают наметать, но зимник, удовлетворительно можно в состоянии сказать, приехали на пункт обогрева, где можно по столовой покушать. Если будут переметы, если погода, когда невозможно будет проехать, здесь можно даже и отдохнуть. Проехав по зимнику до пункта отдыха, участники комиссии пообедали в столовой, зашли в домик, где водители могут остановиться и переждать непогоду. Оценив состояние дороги и уровень комфорта для путешественников, представители пришли к выводу об удовлетворительном состоянии зимника. Ну что понравилось? 17 единиц техники работают на зимнике, плюс вспомогательная техника и 50 человек непосредственно персонала. Состояние зимника достаточно хорошее, можно сказать, удовлетворительное. Но на что мы обращаем внимание? Очень мало снега. В связи с этим, безусловно, есть некоторые требования по качеству и так далее. Но пока снег не появится, дабы качество особо не улучшится. В этом году единственной напастью стало отсутствие снега, из-за чего качество дороги оставляет желать лучшего. Но обслуживающая компания старается сделать зимник комфортным для передвижения. Состояние зимника удовлетворительное. Ездить можно. В принципе, более-менее дорога ровная. Но что бросилось в глаза, это, конечно же, аномальная зима. Полное отсутствие снега, тундры, местами голые. И, ну, сильные морозы. То есть, как калийность, допустим, в некоторых местах была по осени, так она замерзла. Ну, дорожники где могут подливают, выравнивают. Вот твердая четверочка, я думаю, зимника можно поставить. И работникам обслуживаю зимник. За актуальной информацией о движении на зимнике можно следить на информационном портале НАУ24 в группе ВКонтакте на краю земли зимники и паромы, а также в телеграм-канале «Дороги и зимники НАУ». Сохранить память вместе. Делегация Ненинского округа приняла участие в межрегиональной конференции, которая на днях прошла в Мурманске. Участники обсудили тему подвига алинотранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ходе мероприятия состоялась презентация окружного проекта «Упряжка победы». Изучением участия алинотранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны известный историк и краевед Юрий Канев занимается несколько лет. Межрегиональная научно-практическая конференция стала хорошей площадкой для обмена опытом в изучении данного вопроса. Приехали наши коллеги из Ямала, которые, кстати, тоже интересуются этим очень живо. И Сергей Владимирович Шулинин участвовал, и Герман Николаевич Бардин. В общем, мы некоторые вопросы с ними обсудили, потому что у меня тоже были ряд вопросов. Я пишу не только о ненцах европейских, но и о ненцах, которые жили на Ямале. Поэтому мы с ними многие вопросы обговорили, и, в общем, они мне обещали еще доставить некоторые материалы, которые меня интересуют. Конференция в Мурманске собрала на своих площадках 50 участников со всех северных регионов страны. Делегация Ненецкого округа представила участникам конференции «Предметы музейного объединения» и «Обновленную книгу памяти». Подобная книга есть и у мурманчан. У них тоже есть своя книга памяти, и они хотят воспользоваться советами о том, как эту книгу обновить. Андрей как раз рассказывал об этом, о каких-то важных подробностях, которые нужно учесть при выявлении новых имен, при выявлении дублетных записей. Кроме того, большой отклик участников получил окружной проект «Упряжка победы», который был реализован на территории региона в 2020 году на средства гранта. Об этом проекте очень много доброго было сказано. Всеми участниками конференции было отмечено, что очень важно, что проект направлен конкретно на детскую аудиторию. В рамках конференции участники также обсудили вопрос о праздновании Дня оленей транспортных батальонов в Мурманской области. В нашем регионе этот праздник был закреплен на законодательном уровне и отмечается ежегодно 20 ноября. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Без срока давности в Наринмаре открылась уникальная фотовыставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Выставка «Без срока давности» открылась сегодня в Наринмаре еще в 62 регионах нашей страны. Уникальная экспозиция архивных документов, посвященных памяти мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, нацелена на молодежную аудиторию. Наши прадеды, то есть наши родственники, все воевали, были задействованы в этой войне, и нет той семьи, которая не понесла потери в этой войне. И если мы не знаем историю, то мы не знаем будущего, то есть без прошлого. Надо всегда помнить прошлое. Главное, чтобы помнили, чтобы молодое поколение не забывало об ужасах фашизма. Во многих семьях эти истории передаются из поколения в поколение. То, как она была медиком, она всем помогала. То, что даже когда были гранаты, кидали, она все равно помогала. Она работала, она уже, получается, маленькая была, она уже работала. У нее, получается, папа ушел на фронт, и она работала. Денег не было, получается, у них в семье. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. Проект был инициирован в 2018 году общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших защитников Отечества поискового движения России. И в ходе этого проекта, реализуемого по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в год памяти и славы, были рассекречены и опубликованы архивные документы. Впервые в России была издана 23-томная серия сборников архивных документов. Проект реализуется по всей стране. Первоначальное открытие этой выставки происходило в Международный день памяти жертв нацизма 13 сентября 2020 года. Она проходила в 22 регионах, именно там, где были оккупированные территории в годы Великой Отечественной войны. Мы же все другие регионы открываем ее 8 февраля 2021 года. И эта дата тоже не случайна. 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале. В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов. Свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. Я человек послевоенного времени, то есть отношусь к категории «Дети войны». И поэтому, еще учаясь в школе, еще общаясь с теми, кто участвовал в войне, у нас было четкое представление, что действительно то, что произошло с 1941 по 1945 годы, это величайшая трагедия. В декабре 2020 года проект «Бессрока давности» призван лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Сжигали в печах, травили газом, расстреливали людей. Мне обычайно важно, очень важно молодежи знать, что фашизм – это очень плохо. И то, что сегодня на Западе уже забыли это, вот те ужасы, коричневые чумы, я считаю, что память в России должна оставаться навеки. Напомню, что выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в Год памяти и славы. Экспозиция будет работать до 24 февраля. Ольга Руслова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». На территории Ненецкого округа ожидается аномальное похолодание. На этой неделе среднесуточная температура воздуха опустится на 10 градусов ниже нормы. Особенно мороза на этой неделе будет на трех территориях окружных муниципалитетов – Юшарском, Карском и поселке Амдерма. До конца недели у нас сохранится аномально холодная погода по территории НАО с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов в сторону холода. При этом норма у нас в феврале месяце по городу Наринмару составляет минус 16,9 температура. В Наринмаре температура воздуха будет немного выше, но также с отклонением от среднегодовой нормы. В ближайшие три дня по городу Наринмару у нас ожидаются небольшие осадки в виде снега, также будет туман и метель, потому что ветер будет у нас доходить до штромовых значений до 13 метров в секунду, как по городу Наринмару, так и по округу. И температура будет по городу Наринмар минус 22, минус 24, по округу будет достигать температуры минус 31 градус при прояснениях. В связи с похолоданием, Главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить на улицу без особой необходимости и ограничить прогулки детей, а также не перегружать электросети. Это были новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.